Привет дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Это у нас игра Last Day on Earth. И сегодня мы вместе с вами будем в этой игре тратить деньги. Но я буду надеяться, что деньги не на ветер, а на улучшение нашей базы, дабы защититься в будущем от атаки зомбарей. Насколько это будет эффективно, мы посмотрим в следующих роликах. А сегодня же наша главная задача закупиться комнатами и улучшить нашу базу. Тот, кто следит за обновлениями и следит за внутренним магазином в этой игре, то знает, что тут у нас появилось 4 новых комнаты. Создайте уникальную базу, говорится нам здесь. То есть разработчики как бы намекают, ребята, готовьте свои денюжки, потому что пора их потратить. И я готов их потратить. Мне уже подписчики ВКонтакте скидывали ряд воблера, насколько это типа крутая комната. Она выгодна или нет? То есть за вот эту комнату шла речь, потому что здесь очень много дубовых досок. Вот, понимаете? То есть она стоит, понты она стоит где-то в районе 3,5 долларов. Да, где-то, да, 3,5 доллара она стоит. Но зато 160 дубов, вы представляете? Плюс доски, плюс здесь. Короче, все очень круто. Вы же понимаете, что мы можем комнату сделать не таких вот размеров, как на рисунке. А нафиг нам такая бесполезная на самом-то деле. Мы же можем ее сделать правильную, защититься это все именно камнями. Короче, штука интересная. Сейчас мы ее будем юзать, будем использовать. Также я вижу, что появились и другие комнаты. Даже металлическая 2х2 она стоит, ну, у нас в Украине это 1000 гривен, а в России где-то 2000 рублей, да? Ну, в чем прикол этой комнаты? Она, в принципе, довольно выгодна, если ее сравнивать с комнатой металлической 3х3. Но она выгодная, как сказать, не совсем. Объясняю, в чем прикол. И когда мы берем комнату, которая стоит где-то чуть больше 100 долларов металлической, то она получается 3х3, у нее 9 клеточек. Здесь же в этой комнате получается 4 клеточки. Если мы берем 2 комнаты, то, в принципе, у нас получается 8. То есть 2, и тут 2 максимума можно брать. Если можно было бы 3 или 4, да? То бишь можно было бы за эти же деньги, в принципе, чуть-чуть переплатив, получить 12 уже, скажем, клеточек. Ну, в принципе, это тоже неплохая тема, мне кажется. Потому, кто не хочет собирать комнату такую вот, скажем, в реальном игре, тот может себе здесь четко закупиться. Кстати, мой подписчик скидывал, он собирал комнату на 4, 4 на 4 сам. Сам насобирал. Я реально, поздравляю, я уже в каждом ролике говорю, это для тех, кто говорит, что здесь без доната играть нельзя. Без доната можно, но вам надо тратить очень много времени на игру. Короче, мы сейчас закупаем вот эти 2 комнаты, построим, посмотрим, что с этого получится. Также есть вот эта деревянная. Ну, если честно, она вообще меня не впечатляет. Объясняю, в чем прикол. Во-первых, она дороже, чем эта. В чем прикол, это дерево. Это раз. Во-вторых, ну что здесь? Есть ничего интересного. Мебель, она бесполезная. В принципе, эта штука бесполезная. Ящик вы сами скрафтите. Это вы сами добудете. То есть, самое выгодное, что есть на данный момент, это вот. И есть также у нас каменная, да? Смотрите. А что у нас ничего нет? Батарейки, не понял. Оно же должно, по идее, как открываться. Не понял. 10 раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Плюс 7, что такое? Ну да ладно. 2 на 2. Ну так, оружейная 2 на 2. Такое чертишь, что. Короче, вот эта комната, вот эта и вот эта, это 2 самые крутые, выгодные по цене. Конечно, это стоит немало. Но мы берем эту. Поехали. Покупаем 2 штучки. Можно сразу 2? Говорится, платеж выполнен. Все, проверьте почту. Давай глянем. А, нам сразу на почту закинулись доски. И мы можем, все что хотим, мы можем с ними делать. Вы поняли? Вообще крутая тема. Да, да. То есть, вы думаете, я буду себе такую вот халупу делать. Давайте вовнутрь зайдем, вдруг меня зомбарь захочет укусить. Я знаю, он такой, что может разынуть. И давай еще одну комнату прикупим. Потому что, ну, реально крутая тема. Так, где она? Что, 6 дней ждать? Да нет, давай еще. Это вторая, да? Вот, 4 на 4. Покупаем еще разочек, давай. Так, крутится, вертится. Платеж принят. Окей. А сколько мы можем? Все, свой лимит вычерпал. Две комнаты. Они говорят, чувак, извини, они, как бы, комнаты закончились. Почему реально эта штука выгодная? Вот, даже выгоднее, чем купить щенка. Потому что щенка вы можете 100% просрать. При скрещивании. А комнату нет. Здесь самое ключевое, за что, как бы, платятся деньги. Это даже не эти все ресурсы. А вот это. Потому что дубовая доска, блин, ее фармить жестко. Я пока для оружейной скрафтил. То есть, надо зачистить красную локацию. Дубовую. То есть, там приносишь ты, получается, где-то 20 штучек. А тут вы представляете сколько? Сколько мне надо раз туда-сюда бегать, чтобы это все выполнить. И вот у нас все на почту пришло. И сейчас мы вместе с вами будем обустраиваться. То есть, блин, это крутая тема. Как я вообще хочу сделать? Смотрите. В будущем я планирую здесь сделать комнату металлическую. Я понимаю, что мне очень долго надо будет на это все собирать. Но все же. Смотрите. То есть, мне получается надо раз, пол, два, три пола. У меня на полы, в принципе, есть. Тут вроде бы металл. Потом раз, два, три, четыре. И пять стен. Таким образом, я получу за пять стен три слота. Поняли? Три слота для ящиков. Если же делать квадратную комнату, то, скажем, если эта пристройка идет к основной. Да? То есть, у меня есть основная металлическая. Если сделать же здесь квадратную, то есть, четыре на четыре. Тут получится, смотрите, сколько стен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь стен. Четыре пола. Это у нас, получается, двенадцать всего. А тут у нас, получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Поняли? И один ящик. Да? Одного ящика нет. Но ничего страшного. В будущем, если что, еще пристроим вот так вот. По чуть-чуть, по чуть-чуть. А что? Это офигенная тема. Так, что мы будем делать? Смотрите. У меня уже есть основная. Основная база. Я хочу ее защитить вот здесь вот. Именно с этим. С помощью камня. Но насколько это будет эффективно, я не знаю. Мы уже вместе с вами обсуждали эту тему. Кто смотрит канал Воблер, тот знает, что рейдеры жесткие. Рейдят, во-первых, это боты. Во-вторых, они такие жесткие. Они ломают и десять стен. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть, они могут десять стен сломать. То есть, они с любой стороны, даже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Даже девять, десять. Короче, они с любой стороны доберутся к вашей базе. Поэтому надо, получается, каждый ящик отдельно таким вот образом закрывать. Вы поняли? Вот так вот. Закрывать вот такие клеточки. Десять стен. Это вообще жестко. Реально жестко. И желательно в сундуках не держать именно, сейчас скажу, топоры. Потому что были такие рейды, когда я приходил на рейд, и с помощью топоров, которых я находил дальше, я рейдил базу. Понятно, что она была база скопированная, бла-бла-бла, но мало ли, вашу базу тоже скопируют. Пусть другой чувак, который придет вас рейдить, допустим, то есть, на вашу копию вашей базы, пусть помочится, да? Ну да ладно, сейчас мы будем улучшать. Посмотрим. Это у нас, там получалось 160, 160, то есть, мы можем сделать 16 стен. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Вы представляете? То есть, я всего лишь за 3 доллара сколько стен кирпичных сделал. Ну, это вообще халява. Это жесткая халява. Сейчас мы будем ее применять. Так, ну что же. Значит, надо мне сейчас освободить свой инвентарь. Тут у меня пожрать, попить, закусить. Так, надо кислотно-лужный баланс поддерживать в желудке. Ой, ладно, давай мы сейчас. Простая серия, мы сегодня займемся чисто строительством. Мне понадобится, во-первых, что мне надо? Кое-где мне понадобятся доски. Доски. Мне понадобятся вот эти камни. Кстати, может, эти камни, смотрите, пусть тут лежат, а я возьму с этого. У меня тут есть... Смотрите, у меня тут есть, чтобы сундуки освободить. Зачем мне камни? Подожди, подожди. Так, вот камешки есть. Будем отсюда использовать. Чтобы райдеры камня не унесли. Потому что на почте все-таки выгоднее, чтобы камни оставались. Вот почта в этом и хороша. Ну, конечно, немножко досок я оставлю. Мало ли там в будущем придется что-то крафтить. Плохо, что так мало этих дается нам, да? А, здесь гребаный еще пол надо. Ё-моё, ну пол, да. Тут еще пол... А, в чем прикол? Тут на пол надо еще металл. Тут металла не так уж и много, смотри. Ого, вот это подстава. Я сейчас думал, я тут замучу чудесную, прелестную комнату, но... У меня металла больше нигде нету. Да, нет. Руда, фигня. Баки, ребята, кому баки? Сказал, что бак отправлю. Так, ребята, от баки они отправляются. Пишут вконтакте. Воблер, где мои баки? Смотри, что, 4 бака, что ли? Нет, нету металла. Блин, я бы сказал, это облом. Жесткий, причем жесткий облом. А, мы можем здесь, в принципе, комнату тут сделать, да? Тут мы можем уже поставить. Смотри, каменную. Каменную. Тут можем тоже дверь каменную сделать, смотри. Таким образом. А что мы металлом? У нас 8 штук. Это мы можем раз... Не, давай с этой стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть можем замутить. Ну, не... А, либо здесь. Это может уже с этой стороны лучше рубить. Или пусть с этой. А, можно, смотри, как можно хитро сделать. Можно сделать здесь каменный пол. И на него будет облокачиваться две стены. Если я здесь сделаю каменный пол... Какой смысл каменного пола? У меня только будет одна стена. Поняли, как хитро я придумал. Что мы делаем? Надо сейчас брать металл. Металл мы берем. Почта, почта. Почта. Так, все, забрали. Удивительно, я вам признаюсь, но металла у меня нету. Как бы это смешно не звучало. Его еще нужно добывать. Так, берем сюда. Берем сюда. Сюда. Все. Что, что, закончилось что-то? Так, а у меня еще где-то были камешки. Так, бежим, бежим. По-моему, здесь у меня тоже были камни. Вот они. А зачем я их тут собираю? Для рейдеров, наверное. Чтоб рейдеру было удобно выносить уже готовые камни. Ну, а что такой? Чувак приходит, взял камешки и ушел. Что ему тут? Уже переработанные, скажем, обчесанные кирпичики. Так, кстати, у меня есть тут турель делается в какой-то серии. Да, в рабочей серии было. Делал, вот, ребята, турель. Ну, никак не закончил. У меня даже есть на базе эти все ресурсы. Мне надо просто перенести их и положить. Ну, кроме вот этой штуки нету. А так все вот это есть. Надо просто прийти положить. Ну, как вы видите, когда-то руки до этого дойдут. Так, давай, давай. База, что у нас тут, а? Начнем модифицировать. Опа, каменная. 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 А что? А, дерево закончилось? Почта. Давай вернемся. Забрать, забрать, забрать. Ну, досок сколько обработанных, это круто. Пусть тут и лежат. Мало ли пригодятся, как говорится, да? Сюда. Э, ты что? Уходит уже. Что у нас? А, пол не сделанный. Снова камни закончились. Нифига себе камни уходят на изиках, да? Ничего себе камни. Эй, камешки закончились? Сейчас надо с почты все тащить. Хорошо, а что мне? У меня на почте тут тысячу камней лежало, обработанных. Давай вот так вот заберем. Так. Что у нас еще тут? Сюда надо обработать. Угу, как раз нормально. Вот тут мы пойдем, и у нас как раз стены будут. Поняли, как можно, кстати, базу улучшать? Можно, смотрите, вот, в чем прикол состоит. Не обязательно... Отстань, сейчас нечаянно еще и стену удалю, все. В чем прикол? Не обязательно... Давай вот так вот мебель возьмем. Можно строить, как бы, здесь две, да? Делать, если ты, допустим, бронируешься камнем, не обязательно бронировать два сразу, две клеточки камней. Можно делать здесь камни клеточки и здесь камни клеточки. Получается, что вы за два пола, то есть, можно сказать, два ряда полов, можете ставить четыре ряда стен. Насколько это выгодная тема, вы поняли? Но тут все равно какие-то перемычки надо делать, чтобы при рейде чувак... Понятно, что бот рейдит, но вдруг там, мало ли, вашу базу скопирует, чтобы чуваку, который придет в скопированную базу, было сложнее зарейдить. Хотя он все равно тоже ничего не украдет. Вот тут такая хитрая тема. Мало ли, а вдруг бот захочет в сторону свернуть. Вы же видели, как меня рейдил бот, там есть серия, где меня зарейдил бот. Он вот тут зашел, он вот так и пришел, придурок, сюда сломал колья, потом пришел сюда, сюда, ящик сломал, пошел сюда, короче, вообще, куда-то пошел, порадил в сторону, сломал 10 стен. Это кобздец, 10 стен. Ну, там не сильно он украл. Ладно, у нас, смотрим, здесь есть стена, здесь есть стена, но это круто, это просто... Я, вот знаете, думаю, надо как-то в камень все сделать, ага, в камень. То есть, мне, в принципе, выгоднее даже тут, да, делать основание, чтобы тут вот... То есть, мне надо колья убирать и делать тут... Что у меня тут хватит на пол или не хватит? Надо раз, два, три, четыре, пять. Пять камней мне надо, чтобы я тут мог уже сделать камень. Вдруг тут я тоже захочу камень, то есть, два ряда каменных, да? Пять. А у меня есть... А что у меня? У меня, наверное, нифига уже нету. Ага, пять. Что у меня? У меня только два. У меня только два. А что мы можем на два? А, здесь мы можем вот продолжить, да. То есть, мы сейчас тут вот сделаем. Снова камни закончились, вы че, издеваетесь? Вот так вот ресурсы уходят просто на изи. Не хочется, если честно, все эти доски тратить. Я бы и чуть-чуть себе оставил. Плохо, что мало комнат. Я бы еще и третью взял бы, наверное. Типа ограничена. Но прикол в том, что... Насколько это будет эффективно, в будущем неизвестно. Потому что мы же знаем, что райдеры очень жесткие ребята. И каждый раз они хотят... Ломают больше и больше стен. Может даже это никаким образом и не спасет мою базу. Если он ломает 10 деревянных стен, что ему, боту, скажем, помешает сломать 10 каменных стен. Да, то бишь там уже все пошло коту под хвост. Просто если бы я чаще райдил, может быть, я бы точно знал, насколько эта база защищает. А я хожу на рейды очень редко, потому что... Долгая подготовка. То есть для меня подготовка для рейда это... Хуже рейда. Что рейд просто записал серию, а подготовка там 3 часа идет до рейда. А не всегда есть времени уделить эти 3 часа. Так, ну что, мы можем здесь, в принципе, такие перегородочки сделать, да? Тут нам надо камешек и доски. Досок у нас целая почта. Смотри. Так, и камней сколько? Ядрить, колотить. А, камни можно не тратить, а чтобы на рейдах их использовать. Помните, как я на рейде покупал древесину и камни, чтобы топорики делать? Ого-го, крутая тема. Значит, ну правда у меня там... Так, вот так мы улучшаем. Пусть рейдер приходит. Пусть он тут повозится. Смотри. Будем чисто бегать, тут мало ли. Допустим, стену снесут, а я как раз через двери приду забронирую. Хотя, с другой стороны, если тут стену раздолбут, можно прийти с той стороны, где рейд. И сделать. Ну да, мне кажется, выгоднее, конечно, было бы здесь даже не двери ставить. А обычные перемычки, но было бы дешевле. С другой стороны, я так смогу оббегать, как бы, кругом своей базы. Ну да ладно, уже поставил, так поставил. После обоих руками не машут, как говорится. Сейчас забираем камешки, забираем досточки и дальше мы улучшаем. Нашу базу, базу, базу. А вот сюда как раз тоже привалило колья. Колья, колья, мачете, водичка. Такой, так, а сколько у меня гвоздей тут на пусте лежит? 88. Буду знать. Также мне подписчик там скидывал вконтакте, что типа АТВ разработчики над ним работают. Ну блин, если честно, это АТВ или как оно точно называется? Оно жесткое по простой причине. Насобирать 150, скажем, цилиндров, да, деталей для мотоцикла, это реально жесткая тема. Вот, смотрите, вот оно стоит у меня. Вот, допустим. Но, если сильно постараться, это нас собирать можно. Это можно, тяжело, но можно. Воу, ты, ты че? Огонь, гори. Смотрите, я ему прямо в пах выстрелил. Так, то есть я говорю, это все нас собирать можно. Это долго собирал, возможно. Это очень тяжело, но возможно. Вопрос, где взять трансмиссию? Вот сейчас ее нету, но даже если она будет, ну, найдем. Второй вопрос. Как насобирать части двигателя 200 штук? Блин, я на чопере или насобирал 15, потом еле насобирал тут, где-то надо было, то ли на кислотную ванну, там тоже 10 или 15. 200! 200 частей двигателя. То есть они должны чаще выпадать, значит, чтобы их насобирать. Ну, потому что, ну, не знаю, как по-другому. Ну, только читеры смогут себе АТВ скрафтить. Да, только читыки. Вот только выйдет обновление, а кто-то выезжает на вездеходе на этом. Все, это 100-пудово читак, ребята. Вот, потому что, ну, ни у кого адекватного. Даже тот, кто донатит, не может быть, сколько так много этих деталей. Вот такие пироги. Будем ждать, конечно, обновы. Я сюда, кстати, ресурсы не закидываю, потому что, ну, а какой смысл, я даже пока что не знаю. То есть, если нету все равно этих колес. Я тут даже вот эту штуку никак не соберу. Что мне надо? А, фильтры надо. И эти штуки надо тоже. Микросхемы. Которые выпадают раз в миллион лет. Так. Что у нас тут с базой? Тут тоже надо все заделать. Вот, ребята, мое оружие тут висит. Кстати, мне подписчик ВКонтакте уже сбрасывал скриншот, где его пришли зарейдили. И вот такие три стенда сломали в ряд. Вы поняли? Забрали оружие. Ну, да, это жестко, конечно, такие стенды выставлять на показ. То есть, они должны быть где-то закрыты. Либо эти стенды должна охранять турель какая-то, да? То есть, чисто турель для того, чтобы сохранить стенды. Ну, турель еще заправлять надо, потому это дело непростое. Что у нас тут? Тут надо тоже сейчас как-то забронировать, да? Ну, давай мы тут пока все есть забронируем. Вот так вот досточками. Вот эти перемычки нереально спасают и помогают. Так, камешки пока с почты... А, блин, может реально камни с почты пока не брать. Что там вроде бы парочку есть, хоть чуть-чуть сэкономить. Вот тут, по-моему, у меня где-то камешки есть. Ага, сэкономил. Много сэкономил, да? Это можно уже убирать. И отсюда уже можно улучшать. Сейчас тут улучшим как раз перемычки. Вдруг райдер зайдет, то есть, ему надо будет пробить эти все двери. Конечно, из этого, я вам скажу, лагает база. То есть, на базе реально лагает. Не важно то, что я играю на эмуляторе и как бы ресурсы полноценного ПК уходят на игру. Но все равно подлагивает. То есть, наверное, разработчики, когда тут делали вот это все, они не рассчитывали, что база должна состоять из такого огромного количества дверей и различных проходов, да? Так, тут мы все сделали. Так, зато я смогу теперь с помощью дерева, которое у меня есть, забронировать все. И пусть райдеры уже голову ломать. Даже можно, скажем, сделать первую стену каменную, чтобы чисто зомбарики ее не разрушали. А то меня вот это кумарит восстановление вот этого потроха. Ты вот это собираешь, собираешь. Я обычно их каждый день не собираю. И когда уже накопится много мусора, тогда соберу. Ну что, ребята, мы с вами неплохо улучшились. Смотрите, тут у меня просто, я не ожидал, что надо будут мне полы делать. То есть, я собираюсь, наверное, здесь сделаю пол каменный, да? Чтобы уже можно до 2, на 2 стены делать. Вы поняли, в чем прикол? Короче, офигенное обновление. Крутая база получается. Можно ее заделать. Купили вы по акции стены или не купили, обязательно пишите в комментариях. А с вами был Воблер. Скоро увидимся. Удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok